На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Нановикова и коротко о главном в этом выпуске. Я считаю, что мужики должны идти в школу и учить детей. 17 участников и 40 членов жюри. В Нефтьюганске стартовал главный педагогический конкурс. В первый этаж этого корпуса округ, а именно ему принадлежит здание, передает скорой помощи. Это почти тысяча квадратных метров. Чтобы приезжать к пациентам еще быстрее, в городе появится вторая станция скорой помощи. В прошлом году желающих было очень много. Коньков у нас не хватало сейчас в этом году. Я надеюсь, что всем желающим хватит коньков. Зимние забавы. К концу месяца любители покататься на коньках смогут выйти на лед. В Нефтьюганске стартовал ежегодный конкурс «Учитель года». В борьбу за серебряного пеликана на этот раз вступили 17 человек. Педагоги общего и дополнительного образования, а также воспитатели детских садов. В течение четырех дней они будут показывать свою эрудицию, опыт и мастерство. В пятницу с высокой сцены назовут имена победителей. Рабочий день пролетает незаметно. В этой суете проходят месяцы и даже годы. Чтобы остановиться и подумать, куда я бегу, профессионально растую или топчусь на месте, необходимо мужество. И участники конкурса «Учитель года» им обладают. Поэтому вынужденная пауза становится для них трамплином. Это очень серьезный этап в жизни учителя. Потому что нужно отследить все, что сделано. Нужно обязательно прочертить пути дальнейшего развития. И все это публично предъявить на оценку. В этом году тех, кто будет оценивать участников, в два с половиной раза больше, чем самих конкурсантов. Во-первых, это профессиональные жюри, куда вошли директора школ и садов. Во-вторых, молодые специалисты, которые недавно закончили институт. Их задача не только оценивать, но и перенимать опыт старших коллег. И, наконец, жюри старшеклассников. Им также дано право выражать свои симпатии. Для конкурсантов это действительно очень сложно. Наверное, сложно чисто психологически. Представлять свой опыт такому большому, во-первых, профессиональному жюри. Понимать, что тебя оценивают твои же учащиеся. И как они к тебе будут относиться после этого. Поймут ли они, что ты действительно профессионал высокого уровня. Владимир Стригин судей не боится. Во-первых, уже есть удачный опыт. Два года назад стал победителем педагогического дебюта. Во-вторых, он единственный мужчина на сегодняшнем конкурсе. И это считает дополнительным преимуществом. Какой-то стереотип, видимо, есть в обществе, что мужчина – это, прежде всего, физический труд. А не интеллектуальным – это неправильно. Мужчина должен быть в школе. Есть даже такое мнение, что должна быть в школе такая должность мужик. Я считаю, что мужики должны идти в школу и учить детей. По мнению Евгения Чеберяк, которые преподают английский, в последние годы этому предмету наконец-то начали уделять внимание, которого он заслуживает. Не случайно именно учителя иностранного языка сейчас являются наиболее активными участниками конкурса. Я, наверное, долго к этому готовилась. И вот в этом году решила выйти на город, предъявить свой опыт, продемонстрировать то, что я умею поделиться технологиями, которыми владею, чтобы другие преподаватели смогли их использовать на своих уроках. В течение четырех дней будут проходить испытания. Согласно конкурсным требованиям, лучший педагог должен быть лидером, обладать языковой культурой и эрудицией, нестандартно мыслить и понимать основные тенденции в образовании. Кто соответствует этим строгим критериям, узнаем в пятницу. Инна Новикова, Денис Ячменев, телерадиокомпания «Юганск». Если видите ребенка, который отправляется к водоему, остановите его. С таким призывом волонтеры обращаются к югорчанам. Сразу несколько несчастных случаев с детьми на неокрепшем льду произошло в регионе в начале ноября. Волонтеры ряда окружных городов расклеивают предупреждение об опасности в микрорайонах, которые расположены вблизи водоемов. На самих водных объектах спасатели размещают таблички об угрозе нахождения на льду. Инспекторы ГИМС патрулируют реки, озера и карьеры города и района. Сейчас решается вопрос о том, чтобы к этой работе подключился и родительский патруль. В Нефтьюганске появятся две станции скорой помощи. Городской неотложке передали часть помещения бывшего детского дома «Святозар». При этом у скорой останется и существующее здание на улице набережной. Насколько быстрее медики смогут добираться до пациентов от новой станции, выясняла наша съемочная группа. Общая площадь здания бывшего детского дома «Святозар» около 3000 квадратных метров. Сюда уже переезжает центр занятости и филиал врачебно-физкультурного диспансера. А вот первый этаж этого корпуса округ, а именно ему принадлежит здание, передает скорой помощи. Это почти 1000 квадратных метров. При этом скорая переедет сюда не полностью. В прежнем здании на улице набережной останется часть медиков и машин. Здесь будет подстанция для работы с северо-западом города и частью Нефтьюганского района. Это 11-й, 11-й микрорайон, 162-й, 1-й микрорайон, 4-й микрорайон и дорогу на Сингапай. И, соответственно, район Нефтьюганский, Сингапай, Човскино и в дальнейшем Тундрино и Высокий мыс. Но основная база неотложки будет именно во втором А-микрорайоне. Здесь будут обслуживать не только центр, но и новостройки Нефтьюганска. Водители скорой уже подсчитали, добраться до того же 14-го микрорайона можно гораздо быстрее. Этот участок, он не очень широкий, и машинам просто разъезжаться тяжело уступать нам дорогу. В общем, если будет Свитозар, там ближе к городу, и там более широкие дороги, там у людей есть возможность нас пропустить. Спасительная экономия времени на новом адресе скорой будет составлять минимум 3 минуты, а это точно десятки спасенных жизней. Кроме того, в проекте на новой станции скорой можно будет оказать экстренную помощь прямо в здании Неотложки. Жителям 2-м, 3-й микрорайона будет удобно обратиться на станцию скорой помощи, которая будет там расположена. Там будет иметься кабинет амбулаторной помощи, процедурная. То есть оказать экстренную помощь на станции будет также возможно. Главный вопрос – когда произойдет важное для города новоселье. Раньше это был жилой корпус, поэтому для перевода площадей в формат медицинского, плюс ремонт, плюс обустройство стоянки для автомобилей 0,3 понадобится не один месяц. Руководство скорой называет только ориентировочный срок – второй полугодие 2017-го. Наталья Платонова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». В Югре появились школы для родителей, имеющих детей с особенностями развития. Они открыты на базе медицинских учреждений. В Нефтьюганске, в частности, такая школа организована при окружной клинической больнице имени Яцкиф. Мамы и пап здесь учат практическим навыкам самостоятельного ухода за детьми и их реабилитации, а также оказывают психологическую помощь как детям инвалидам, так и их семьям. С родителями работают квалифицированные специалисты, врачи-педиатры, медицинские и социальные работники, логопеды, инструкторы по лечебной физкультуре, психологи. С вопросами вы можете обратиться в местное управление социальной защиты. Через пару недель нефтьюганцы смогут встать на коньки. Сотрудники стадиона «Нефтяник» приступили к заливке главной ледяной арены. Кстати, ее площадь теперь станет еще больше. Как футбольное поле превращается в гладкий каток, увидела наша съемочная группа. 120 метров в длину и 70 в ширину на заливку катка специалистам требуется не менее двух недель. Сначала делают так называемую подушку. Проще говоря, пропитывают снег водой до тех пор, пока он не почернеет. На это потребовалось более трех часов. Как только подушка будет готова, в ход пойдет заливочная машина. Вот тогда останется лишь установить прожекторы и украсить елку. Кстати, зимняя красавица уже на месте. Закуплены новые коньки. Наверное, будет по площади каток поболее, чем в прошлом году. Потому что в прошлом году желающих было очень много. Коньков у нас не хватало сейчас в этом году. Я надеюсь, что всем желающим хватит коньков. Порядка ста новеньких пар уже находятся на заточке. Еще 30 коньков предназначены для многодетных семей. В этом году стоимость проката останется прежней – 120 рублей в час. Вход со своим инвентарем – 60. После открытия главной зимней арены займутся и остальными катками в 14-м и во втором микрорайонах. Кристина Кочерова, Алексей Фоминцев, телерадиокомпания «Юганск». День сотрудника органов внутренних дел России состоится 10 ноября. В преддверии праздника полицейские решили проверить свою физическую подготовку и коллективный дух. За командными состязаниями на полосе препятствий наблюдала наша съемочная группа. Помимо самих препятствий, например, крупных шин на полосе – специальные задания. Стрельба из пневматической винтовки, разборка-сборка пистолета Макарова, метание гранаты, коридор из колючей проволоки. Всего семь испытаний. Все они напрямую связаны с деятельностью правоохранителей. Главная задача руководства – отпраздновать профессиональный день спортивно и коллективно. Я думаю, вот сегодня прибыл коллектив для того, чтобы пообщаться в неформальной обстановке. Я думаю, это не последние у нас соревнования будут. Я надеюсь, что они станут традицией и коллектив более будет сплоченный. Не попал, не добежал или просто устал. Штрафное время в 20 секунд. Такие санкции к участникам забега применяются на каждом рубеже. Самые весомые – одна минута за непреодоление счета, высота которого – 2,5 метра. Полицейские отметили три самых сложных испытания. Первое – разборка-сборка пистолета. Впрочем, проблемы возникли не с самим Макаровым, а с Морозом. Руки замерзли. Второе – метание гранаты. Чтобы там ни было, пользоваться этим боеприпасом приходится далеко не каждый день. Самая сложная, наверное, показалась стена, которая 2,5 метра перепрыгивает. Некоторые большие, некоторые маленькие. Ну, в общем, справились. Когда финиш вот-вот достигнут, радость переполняет. Последние метры полосы полицейские преодолевали, держась за руки. Сплоченность коллектива налицо. А вот определить победителей было непросто. Все отделения внутренних дел, а это 12 команд, шли рядом. Тем не менее, явными лидерами оказались сотрудники вне ведомственной охраны. Кристина Кочерова, Денис Малев, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». И пока это вся информация. Всего вам доброго и до встречи в эфире.